Вот такой комментарий мне оставили под видео. Ну что, давайте еще немного поломаем матрицу, и для начала у меня вопрос к автору комментариев. Скажите, а разве сейчас все происходит не так, как вы написали? Разве сейчас вы не платите феодалу за право жить и работать на его земле? Разве сейчас вы можете без разрешения феодала выехать из его владения или въехать во владение другого феодала? И разве сейчас, так же как и раньше, вас не заставляют сражаться за интересы вашего феодала с другим феодалом? По сути, ничего не изменилось, просто в наши дни феодалы стали называться по-другому. Ну и теперь по поводу технологий. Если верить историкам, то на протяжении нескольких тысяч лет технологии у человечества практически не развивались. Со времен Древней Греции или Древнего Рима и практически до 18 века люди продолжали пользоваться одними и теми же технологиями. Даже во время войны 1812 года русские и французы ездили на лошадях и рубили друг друга саблями. Ну разве что только к этому времени изобрели порох и появилось какое-то примитивное стрелковое оружие. Но вот почему-то в конце 19 века началось бурное развитие технологий, которое продолжалось на протяжении всего 20 века. А в начале 21 века развитие технологий приняло прям-таки взрывной характер. На протяжении жизни только одного поколения технологии развились гораздо сильнее, чем за все предыдущие тысячи лет. И тут возникает вполне резонный вопрос, а что же такое случилось в конце 19 века и чем вызвано такое бурное развитие технологий? На этот вопрос у меня ответа нет, однако существует мнение, что технологии на самом деле и не развивались, а их просто выдавали людям по мере необходимости. Продолжение следует...